Что происходит в регионе узнаем прямо сейчас в студии Вадим Федосеев. Добрый день. О 80-летнем юбилее Архангельской области узнают москвичи и гости столицы. Этой дате посвятил свою первую персональную выставку в центре Москвы на Петровке 25 наш земляк Сергей Сюхин. Сегодня он вылетел в Москву, чтобы успеть подготовить экспозицию к открытию. Мы не успели. Все работы Сергей Сюхин уже отправил в Москву. Свою персональную выставку в Московском музее современного искусства мастер посвящает 80-летию Архангельской области. Очевидно, что главная любовь мастера – это русский север. Экспозиция известна архангельскому зрителю, ведь это те самые врата памяти, промежуточный и, безусловно, заметный итог многолетней творческой деятельности Сюхина. В последующем был создан одноименный фотоальбом. Этот альбом в Москве людей привел в восторг, и они меня пригласили. Ты представляешь, Московский музей современного искусства в центре Москвы. Из него выходишь, и Красную площадь видно. Это радость для художника большая. И вот, и я очень, конечно, и волнуюсь, и так переживаю. Открытие в сердце столицы выставки, посвященной 80-летию Архангельской области, поддержанное Министерством культуры России, правительством Москвы, Академией художеств. Церемония намечена на 14 августа. Работать экспозиция «Врата памяти» будет до 5 сентября. Теплых дней в регионе этим летом было немного, но купальный сезон повсеместно открыт. Часто трагично. 37 человек утонуло на водоемах Архангельской области, в том числе двое детей. При этом 19 северян погибли при купании в необорудованных местах. Основная причина гибели взрослых – купание в состоянии алкогольного опьянения. При этом и без трагического финала купание в неразрешенных эпидемиологами местах опасно. Например, купальщик может подхватить паразитов, живущих в местных водоплавающих птицах, подхватить кишечную инфекцию, заполучить или обострить аллергию от промышленных и бытовых отбросов, или бесхозных свалок, которых очень много вдоль рек. Наконец, можно попасть в сильное течение, водоворот, подводную яму, запутаться в водорослях, пораниться об острые предметы на дне водоема – коряги, топляки, тайные железобетонные плиты и другое. Постоянные дожди в столице региона защищают жителей от опасных водных процедур, но доставляют другие неприятности. Например, возле дома номер 13 по улице Калинина образовалось целое озеро. Люди бьют тревогу, подтопление двора и дома приостановило процесс замены свай деревянного строения. А ведь капитального ремонта здесь ждали очень давно. Жители считают, проливные дожди – основная, но не единственная причина наводнения. Такого у нас давно не было. Года три, по-моему, было, но не так. Там что-то копали. Не можем найти причину. Водоканал не знает, ДКОМ не знает. Никто не знает. А мы тем более. Мы же не профессионалы. Есть ли возможность устранить подтопление Калинина-13 и продолжить работы по капремонту? Ответ в нашем сюжете смотрите в 16.00. Этот вид спорта не является олимпийским, но покоряет все больше сердец любителей единоборств. В Архангельске на Бакарице 1 сентября откроется клуб тайского бокса «Ворон», что стоит за этим в материале Михаила Меньшинина. Поединки свободных будут проходить в этом зале. Конечно, после того, как полуразрушенное заброшенное помещение бывшего спортклуба «Портовик» на Бакарице будет полностью восстановлено и оснащено. А пока работы идут полным ходом. Построен с ноля второй этаж, утеплены стены, закуплен спортинвентарь. Здесь будет холл, здесь будут размещаться диваны, здесь будет съеден администратор. Также здесь будет у нас телевизор для проведения видеоуроков, для разбора постсоревновательных ошибок. Владелец клуба Михаил Петров – многократный участник и победитель региональных соревнований по тайскому боксу. В 2003 году вышел на тренерскую работу, но быстро понял, чтобы тренировать детей и подростков, нужны условия. Создать их Михаил решил сам. Защитил проект и получил стартовый капитал от корпорации развития Архангельской области. Клуб на Бакарице – первая ласточка, точнее Ворон. Чтобы наш клуб, Ворон, он развивался во всех региональных центрах нашей области, ну и в ближайших городах, то есть Новодвинск, Северодвинск. Будем открывать филиалы, будем искать тренеров, обучать тренеров, подготавливать, заинтересовывать. Ну и, соответственно, это выезд на более рейтинговые соревнования. Ну и также не отрицаю, что будем планировать переход в профессионалы, то есть переход детей наших учеников в профессиональные боксеры. Помимо тайского в клубе будут группы для занятий традиционным боксом и рукопашным боем. Вовлечь в единоборство Михаил собирается большой круг спортсменов – детей от 3 до 17 лет и взрослых. Первая тренировка запланирована на 1 сентября. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Встретимся в 16 часов. Не прощаюсь.